Привет, друзья! Вы Нью-Сейдер, я Александр Кушнер. Вечер понедельника 9 мая. Итак, завершился день позора России. На параде выступил Владимир Путин. Выглядел он плохо, что говорит о том, что и со здоровьем у него уже дела не очень, и по всей видимости стареет, ну и, наконец, психосоматика. Ведь если ты долго действуешь как подонок, то и выглядишь ты тоже как подонок. Но дело, конечно, не в этом. А дело в том, какие заявления сделал Владимир Путин на этом вот так называемом параде побед. И его немногочисленные поклонники и эти миллиарды, которые желают ему смерти, ждали, что он, как и полагается этому подонку, который любит устраивать кровавые фейерверки, на этот раз выкинет что-нибудь эдакое, объявит войну, объявит мобилизацию, объявит о ядерном ударе, ну и что-нибудь в этом роде. Но, как видим, ничего этого не было. И это самое главное. Владимир Путин не объявил по намштабную войну Украине, соответственно, не объявил мобилизацию по той простой причине, что мобилизовывать некого. То есть, нет, человеческий ресурс, конечно, у него есть, наберется 100 тысяч войнек. Но вот только чем их вооружать? Ни экипировки, ни оружия, ни тем более годной военной техники. Ведь этой годной военной техники не хватает уже даже для тех русских военных убийц, которые находятся на передовой на территории Украины. А уж как вооружать тех потенциальных 100 тысяч резервистов, никто и понятия не имеет. Не говоря уже про то, что потребовалось бы очень много времени на то, чтобы их обучить и направить на фронт. А это ни один, ни два, ни три месяца. Это, конечно, не означает, что Владимир Путин не объявит мобилизацию в ближайшие дни или в ближайшие недели. Но это показывает, что сейчас дела Владимира Путина так себе, с резервами, что, собственно говоря, и так нам всем было понятно. Второй очень важный момент заключается в том, что Владимир Путин в этой своей речи не сказал о победах. Потому что, ну, хоть о каких-то достижениях-то российской, так называемой, специальной операции он мог бы сказать. Более того, он не сказал и слово спецоперация. Впрочем, не произнес он и слово война. Как известно, Россия вообще никогда ни на кого не нападает, но ни с кем не воюет. Россия либо наводит конституционный порядок, либо она занимается миротворчеством. Ну, вот, знаете, не захватывает Россия территорий. Да если она это делает регулярно на протяжении всей своей истории. Она это называет по-всякому, как правило, она это называет так, как это называет и Владимир Путин. Защита интересов России. Так он и сказал. Своя речь, он повторил свой известный шизофренический бред, что у России, мол, не было выбора, кроме как напасть на Украину, мол, потому что НАТО не оставило Путину выбора. Потому что в противном случае НАТО, конечно, уже окончательно бы развернуло всю поломасштабную военную инфраструктуру на территории Украины и неизбежно напал бы на Россию. И вот Россия, мол, нанесла упреждающий удар. Далее Владимир Путин вспомнил о погибших за интересы России. Даже почтил их минутой молчания. Вот только минута какая-то странная вышла. А кого он, собственно говоря, вспоминал-то в этот день? Тех, кто погиб за выполнение интернационального долга, как говорили во время афганской войны. И что это за долг? И, собственно, а рачо погибали, а какие результаты? И вот опять же, гробовая тишина и молчание по поводу результатов. Нету их. Потому что не о чем объявлять Владимиру Путину. Он и так знает, что этих достижений нету, а ведь он так их ждал. Ну, не в первой фазе войны, когда его несчастную армию убийц гнали тряпками из Украины, не во время второй фазы, когда он нагнал их на восток Украины. Конечно, никаких ему территориальных завоеваний не удалось достичь. И, как доносила нам американская разведка, Путин очень хотел к 9 мая получить территориальные подарки. Но, как видим, не то, что подарков он не получает, а напротив, это вооруженные силы Украины гонят сейчас русскую военную саранчу и освобождают Харьковщину. Ну, а сейчас мы поговорим еще о каком важном моменте, вот на этом параде. На этом параде не было авиационной боевой техники. Почему? Ведь вроде как планировалось. Планировалось и Су-57, вот эти так называемые самолеты пятого поколения прогнать по небу, и и 80 самолетов судного дня, который предназначен для российского правительства во время ядерной войны, чтобы оно из этого самолета управляло государством. Этого не было. Официально сослались на плохую погоду. Но хорошо, погода может быть и плохая. Действительно, в Москве вроде как пасмурно и, возможно, дождливо. Хотя я, к счастью, не в Москве. Но мы ведь прекрасно знаем, что для Путина это не проблема. И в прошлые годы, когда требовалось специальные самолеты со специальной технологией, разгоняли облака и очищали небо над Москвой специально на 9 мая. Сейчас этого сделано не было. Денег не хватило? Ну что ж, ну на это-то деньги есть, наверное, Владимира Путина. Ну и самое интересное, что ведь вот этого воздушного парада не было не только в Москве, но также и в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Мурманске, где обычно, опять же, воздушный парад проводится. И что во всех этих городах одновременно, что облака пасмурно, дождик идет. Ну, понятно все, да? Авиации боевые у России просто нету. По крайней мере, на воздушную часть парада. Почему нету? Понятно. Вооруженные силы Украины уничтожили значительное количество самолетов России. И тут возникает вопрос, а сколько этих боевых самолетов у России реально, если она не может перебросить хотя бы несколько, 5-10 штук, для участия в параде на Красной площади? В свое время мы с Геннадием Гудковым спорили. Он говорил, что в России чуть ли не 10 тысяч военных самолетов. Я возразил, говорю, так их всего вроде 300 или 400 было по подсчетам аналитиков. По крайней мере, момент начала вторжения России в Украину. Тогда Гудков сказал, ну хорошо, пусть их будет 3000. Я говорю, да и 3000, наверное, все-таки многовато. Впрочем, я тогда подчеркнул, я не знаю, я не специалист и не проводил инвентаризацию российских боевых самолетов. Но, объясните, пожалуйста, если у России 3000 самолетов, ну хорошо, хотя бы 1000, то почему ни одного из них не поднялось сейчас в небо ни над Москвой, ни над остальными российскими городами, что очень нехарактерно? Может быть, у России все-таки меньше, чем 1000 боевых самолетов? А я отвечу, вот если исходить из тех цифр, которые нам изначально давали, что у России было изначально, у украинских границ до 24 февраля сосредоточены вот 300 до 400 боевых истребителей, то теперь, когда около 200, по данным Генштаба ВСУ, самолетов России потеряло, и потеряло еще около 160 боевых вертолетов, то у России остается порядка 200 реально боеспособных самолетов. И, конечно, в этом смысле, да, если вот оно так обстоит, тогда понятно, что тут каждый самолет на счету. Ну, особенно интересно получилось с самолетом судного дня и Су-57. Ведь ни тот, ни другой не участвуют вроде как в войне на Восточном фронте Украины, да? Так а почему же они-то не взлетели? Вот это очень интересно. Уж не окажется ли так, что на самом деле Су-57 не летают, летают плохо, как, собственно, и Ил-80? Может быть, там какие-то технические неполадки? И вот тут еще один вопрос возникает. Если Владимир Путин не способен даже поднять самолет судного дня в воздух 9 мая, единственный день в году, то кто повеет ему в его ядерные угрозы, в то, что его ядерное оружие работает? Не окажется ли так, что с ядерным оружием будет как с силами-80 или как, собственно, с русской армией, которая отправилась в Украину и полегла там в огромном количестве? У всех возникают, соответственно, вот такие вот вопросы. Способен ли, как говорится, Владимир Путин отвечать за свои слова и угрозы? Угрозы. Впрочем, недавно американская администрация уже доказала, что, по всей видимости, не может Путин отвечать за свои слова, учитывая то, что он грозился тем, кто вмешается вот в этот конфликт из войны чуть ли не ядерным ударом. Вот одно американское СМИ за другим объявляет то, что американская разведка прямо помогает украинцам уничтожать российские военные активы и российские подразделения и российские генералов, а Путин все в рот воды набрал. Это самый бесславный ублюдок, вместе с остальными своими бесславными ублюдками, которые вместе с ним выступили на этом параде и выглядели, конечно, совершенно жалко. И жалко, убого и пораженчески. Что является, безусловно, хорошей новостью, потому что, если даже Владимира Путина 9 мая не нашлось ни одного слова, вот он каких результатов русская военная саранча добилась за эти 75 суток, ну что ж, это, значит, действительно у них большие проблемы. Я уже не говорю про то, что действительно у Владимира Путина не повернулся язык самого уже назвать то, что происходит в спецоперации, ведь вы думаете, спецоперация это то, что длится несколько часов, максимум несколько дней, а это длится уже 75 суток. За 75 суток Россия потеряла 25 тысяч военных, больше 1100 танков, больше 600 единиц артиллерии и 200 самолетов, 160 вертолетов, огромное количество бронемашин, в общем, всего 1000-1000 единиц военной техники. Современную потеряли, сейчас расконсервируют, консервы выглядят ужасно, не работают, каждая вторая машина не едет и, соответственно, не стреляет. Русские военные в своих беседах просто мечтают о том, чтобы уйти с фронта, бежать, дезертировать, да хоть застрелиться, лишь бы не продолжать вот эту бойню, в которой им, собственно говоря, грозит мучительная смерть, медленное загнивание и постоянный страх того, что в тебя прилетит дрон-камикады, в тебя прилетит высокоточный снаряд украинской артиллерии. А между прочим, сегодня украинцы поздравили Путина особым подарком. Они подогнали М-777, американскую гаубицу, на фронт. Так, по крайней мере, следует из той видеозаписи, которую я видел в интернете. Да, украинцы стреляют непосредственно с передовой по российским военным подразделениям с помощью высокоточной дальнобойной американской гаубицы М-777 с помощью специальных снарядов, которые летят на 40 километров. У России такой гаубицы нету, их М-100С стреляет на 24 километра. Это действительно смертельное преимущество украинской артиллерии. Это еще один подарок, в кавычках, Владимиру Путину. Другой подарок сделал вчера Джо Байден, точнее говоря, Минфин Соединенных Штатов. 2600 человек из России добавлено в черно-американский список. Им всем запрещен въезд в Америку и запрещено иметь активы. А имеющиеся активы будут заморожены. Но дело не в этом. Здесь есть изюминка. Американская администрация ввела вчера санкции против Газпромбанка. Единственный практически банк, который все еще не под санкциями. И это тот самый банк, через который европейцы платят русским за энергоносители. Так вот, сам Газпромбанк под санкции не попал. Но попал руководство Газпромбанка. Это прямой сигнал стороны Соединенных Штатов, что, во-первых, это руководство не может рассчитывать обогатиться за счет банка. И этот банк, грубо говоря, работает просто как техническая машинка по приему денег для отправки их в Россию. Ну вот, топ-менеджеры ничего с этого не получат. Ну и кроме того, это, конечно, сигнал вообще всем игрокам, что, мол, в следующий раз гильотина может упасть и на сам Газпромбанк. Да, говорят Соединенные Штаты, пока что мы вам, европейцы, даем возможность покупать российские энергоносители. Но, пожалуйста, поспешите, наконец, со своим нефтяным, а потом и газовым эмбарго, пока у нас не кончилось терпение. Ну и, наконец, самое интересное. В СССР поздравляют Владимира Путина так, как они, в общем, и могут. Они освобождают украинские территории. И сегодня невероятное очередное продвижение Харьковской области. Почему? Посмотрите на эту карту, которую вы сейчас видите у себя на экранах. Что прекрасно в этой карте? Прекрасно в ней то, что, как видите, сейчас вооруженные силы Украины прогрызают российскую военную саранчу, как видите. И, соответственно, они сейчас изолируют западные районы оккупированной Харьковщины. И, соответственно, не оставляют шансов тем российским оккупантам, которые там находятся. Ну и, с другой стороны, понятно, они идут сейчас к российско-украинской границе, как, кстати, прогнозировали в Институте изучения войны в Вашингтоне. И, соответственно, что дальше? Понятно, украинцы будут переразать снабжение, которое получают российские оккупанты в Изюме. Из России пострадать не только российская оккупационная группировка в Изюме, но и другие группировки. Это подорвет весь Восточный фронт. И, соответственно, это еще сильнее осложнит для российских войск, которые так пребывают в деморализованном и полуразбитом состоянии. Их попытки продвинуться. Могут забыть они про попытки продвинуться. То есть, реально мы видим, как вооруженные силы Украины совершают самый невероятный за всю вот эту вот 75-дневную агрессивную войну России против Украины операцию по прорыву и контрнаступлению. То есть, это реальное контрнаступление. Это реальное освобождение, на самом деле, целого региона. Это только начало. Понятно, что после того, как Харьковская область будет полностью освобождена, посыпется вообще все. Вооруженные силы Украины начнут давить на Изюмскую группировку, потом и на Восточную. Ну, а самое главное, это в целом оказывает деморализующее влияние на все российские группировки, которые видят, что проигрывает одна. Значит, соответственно, у вооруженных сил Украины есть некое оружие. Возникает чисто психологический страх. Что именно есть у ВСУ сейчас, мы точно не знаем. Есть ли у них вот те передовые западные наступательные вооружения или нет их. Чем они воюют? Чем объясняется такое продвижение? Но паника среди русских войск уже заметна. Посмотрите сами. Вот сейчас ВСУ освободили 4 села в Харьковской области. Верхний Салтов, Замойловка, Байрак, Рубежный. Но это еще не все. Есть ведь и еще два села, из которых русские выходят сами. А именно, это село Боровая и Богуславка. И, соответственно, они уже готовятся к тому, чтобы полностью отступить на российскую территорию. Ну что, дорогие друзья, вот так выглядит 9 мая в исполнении Владимира Путина. Стареющего и драхлеющего. Пожелаем этой мумии рассыпаться в прах как можно быстрее. Оставайтесь в Нью-Сейдер. Поддержите Украинскую армию через ссылки, которые я даю в описании к этому видео. Там же вы найдете и ссылки на PayPal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. Я бесконечно благодарен всем, кто оказывает нам помощь. Благодаря вам мы делаем эти материалы. И благодаря вашей помощи украинская армия повышает свою боевую эффективность и получает улучшенные возможности для того, чтобы уничтожать русскую военную саранчу, которая является сейчас угрозой для всего человечества, а отнюдь не только для самой Украины. Слава Украине и слава героям. Мира и здоровья вам. До скорого.